Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал, становитесь спонсорами на ютубе кнопкой ссылка под видео. Министерство иностранных дел Молдовы в четверг ответило на заявление пресс-секретаря российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, которая обвиняет молдавские власти в цензуре, тотальном контроле и подавлении оппозиции. Об этом говорится в комментарии ведомства. На брифинге в среду Захарова вспомнила о копенгагенских критериях вступление в ЕС и риторически спросила, как они соотносятся с тем, что страной руководит человек с румынским паспортом, закрываются СМИ, блокируется альтернативная точка зрения. Молдавским МИД приветствовали тот факт, что Захарова ознакомлена с копенгагенскими критериями, в то же время назвала ее заявления несоответствующими действительности и неприемлемыми в отношениях с нашей страной. Там напомнили, что согласно индексу свободы прессы, опубликованному международной неправительственной организацией «Репортеры без границ», Молдова занимает сороковое место, что на 49 пунктов лучше, чем в 2020 году, тогда как Российская Федерация – 155 место из 180 возможных. В дополнение к копенгагенским критериям мы предлагаем госпоже Захаровой перечитать Российскую Конституцию, которая, среди прочего, гарантирует каждому свободу мысли и слова, право искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом добавили ведомстве. МИД Молдовы отдельно пожелал России, чтобы эти положения были полностью и, безусловно, выполнены для обеспечения защиты прав и свобод в интересах всех граждан Российской Федерации. Российские представители не раз в хамской манере комментировали внутриполитические события в Молдове, утверждая, что там происходят антидемократические процессы. Среди последнего в МИД России возмущались осуждения Молдовой российской агрессии против Украины и отменой молдавского языка. Однако ответ не заставил себя ждать. В Республике Молдовы говорят на румынском языке, и ни одна страна не имеет морального, юридического и политического права комментировать это. Об этом заявил министр иностранных дел Нику Папеску. «Мы возмущены возмущением Российской Федерации. Язык, на котором мы говорим, принадлежит нам. Решение о том, что мы называем этот язык, принадлежит нам, и абсолютно ни одна страна в мире не имеет морального, юридического и политического права комментировать эти вещи. На румынском языке говорят в Молдове, и у нас общая история и язык с Румынией, заявил Папеску. Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Муравецкий считает маловероятным нападение России на Молдову. Об этом он заявил в четверг, отвечая на вопросы журналистов на совместной пресс-конференции с молдавским коллегой Дориным Ричаном. Это маловероятно, потому что Украина сейчас борется за то, чтобы ни одна страна больше не подверглась нападению. Поэтому в отношении Молдовы мы говорим больше о гибридных угрозах, кибернетических, энергетических угрозах, о пропаганде. Но мы не обсуждали с премьером угрозы военного характера, потому что «надеюсь, что это не случится и не хочу говорить, что случится, если», — сказал Муравецкий. Но расслабляться нельзя. Сатана активен во многих местах региона и хочет повлиять и на ситуацию в Молдове, — заключил Муравецкий. Также министр обороны Молдовы Анатолий Носатый считает, что стране не угрожает непосредственная военная опасность, в то же время она является объектом гибридной войны, которую ведет Россия с целью свержения государственной власти. Он пояснил, что Россия, порождая дезинформацию, напряженность внутри нашего общества, пытается изменить политический порядок, дестабилизировать и свергнуть государственную власть. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на флаг. А также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газеты всегда с вами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова